Всем доброе утро! Мы собираемся с Ваней к кардиологу. Я его разбудила. Гоша с Машей еще спят. Я тут Гошу кашку уже сварила. Себе мюсли сделала. В общем, сейчас Ваню отправила умываться. И все, и будем собираться потихонечку. На улице у нас сегодня, наверное, прохладно. Не знаю. Даже над лужи застыли. Так что, с дыши уже. Так что сейчас быстренько Маша с Гошей посидит. А мы на автобусе туда-сюда смотаемся. В общем, потом покажу вам, конечно, как что. Расскажу точнее даже. Ну, может быть, что-то удастся в больнице. Поснимаю. А вот. Все, мы сейчас будем садиться завтракать с Ваней. Гоша спит еще. Пускай спит, ладно. Всем-то завтракать. Всем приятного аппетита. Стоим мы на остановке. Идем автобус. С утра так прохладновастенько прям. Минус три. Так что. Сейчас узнаем, что к чему, что доктор скажет. Нет тридцатки? Ну, сейчас он на этой поедем, на тридцатки. На Ване проездной, а здесь частная проехала. Значит, на частной поедем сейчас. Сейчас ходили к кардиологу. Вот, забыли карточку взять с рукопеки. Сейчас ходили за карточкой. Выписывали нам направление. Кардиологию в Кемерово. К детскому кардиологу. На ЭФКГ, на ЭФКГ. В общем, сейчас запишемся и поедем. Вот. Сейчас пойдем направление заберем с подписанной уже. Что вот так. Спрашиваем, от чего такое может быть. Ничего он не знает. Где у нас врачи? Абсолютно. Не может даже предположить. Надо искать причину. Ну, все. Поедем, да, искать. Может быть, на обследование вяжем. Ну, там уже посмотрим, как. ЭФКГ, как. Что будет. Все, мы дома. Приехали, наконец-то. Сегодня по автобусам. Муж на работе. Без своего транспорта. Она права учиться точно. Ну вот. Зашли в магазин. О! Взяли баночки под анализы. Эту так взяла. А эту завтра у Вани медосмотр. Нужно будет мочу принести. И кровь они там будут сдавать. В общем. Эту фикс-прайси мы взяли. Взяла капусту. Сейчас достану. В пятерочку зашли. Капусту взяла. Капуста 23,90. На килограмм. И. Ой. Молока взяли. Блины сейчас будем скрепать. И. Лимон. Лимон. Вы не поверите. У нас лимоны. Это вообще. Они вот всякие. Такие вот уже как полугнилые. Их совсем мало. Вообще лимонов нет нормальных. Но мы до Ленты, конечно, не ходили с Ваней. Потому что оно далеко. Пешком. Вот так взяла. Выбрала. Это в пятерочке. 120 рублей за килограмм. Ну. В общем. Вот так. Нашу посуду моют. С утра поели еще. Вот. В общем. Поедем. В Кемерово. Потому что здесь. Ничего не знают. Я спрашиваю. Отчего такое может быть? Она. Не знаю. Ну. Надо. Надо искать. Какую-то причину. Я говорю. Ну. А если. Вот у ребенка. Вот впервые такое выявилось. Он с 9 лет же у меня ходит на спортивные инфекции. Ну. Да. Может быть. Если у вас такого не было. То может быть это. А что это? Она так и не ответила. В общем. Говорю. Давайте нам направление. Мы поедем в Кемерово. А вот. В кардиоцентр. Поедем на консультацию к кардиологу. И пройдем ЭКГ. ЭКГ уже там. Дальше будем смотреть. Если действительно там какие-то серьезные, что-то серьезное найдут, то положим на следование. В общем. Вот так. Ладно. Сейчас перекушу. И наверное буду еще сделаю салат с капустой. Потому что вчера мы сделали. Прям на ура съели. Прям очень вкусно получилось. Так что мы занимаемся делами. Маша хлеб делает. Замешивает. Сейчас мешочек убьем. Так, а я сейчас порежу лимончик. Потому что Гоша чай с лимоном хочет. Что-то так устала. Прям набегалась вообще. Дорога скользкая. Идти невозможно. Мы прям вообще. От одной клиники в другую решили пешком пойти. Потому что прогуляться маленько. О, вообще скользко до ужаса. Просто. Ну все, давай в мешочек складывай тесто. Сейчас пиво. Так, давай маленько масло. 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 Чтобы не прилипло. Вынеси маленько. Масло. Масло. В общем, скользота. Я сейчас лимон порежу и замариную мясо. Уже воду поставила. В кипящую воду. В пакетах. Вот как я делаю просто мясо мякоть. Я буду делать вот эти вот голени. Бедрышки. Вот, что говорю. Вот. Так, все. Сейчас. Мне нравится, помнишь? Сейчас мы скатаем. У нас уже сегодня мне муж звонил с работы. Говорит, в Томске, в Новосибирске. По новостям передали. Двоих поймали с коронавирусом. Это вообще, конечно, жесть. Бери мой тарелку. Хорошо ее намыливай. И отнимай. Представляешь? Говорит, классник хочет в Китай полететь. Где мой чайка? Сейчас. Сейчас я его еще больше не резала. Дай вот так. Сейчас порежу. Как? Как? Ну, ножом как. Ой, вот этим? Ну. А мне и не там. Где кого? А если ты будешь лезть, то тебе отрезают. Ой, набирается все. Конечно. Правда. Ой, понятно. Сначала ее намыли, а потом уже. Ой, это что такое? Это этикетка. Я мясо. Ладно, ты ее не сможешь отмыть. Давай я сама помылю. Ну, попытайся. Ее хорошо намыль. Ну, все. Кажется, я не могу. Отмывай, отмывай. Хорошо со всех сторон. Что ты не сможешь, что большая такая девочка. Все, мама-то мама. А муж-то не смог. Все на маму надеются. Дядя, дядя, дядя. Ну, все. Вот сейчас сахарком пересыпем. Будет у нас лимончик. Жестая маленькая постоит. На столе сахар разойдется. И можно будет в этот холодильник убирать. Дай-ка мне девочку. Так, надо Маша весь пол потереть. Ты что-то весь пол внуки у вас. Ну, я здесь путем. Плохой. Так, что дальше мы делаем? А дальше мы будем делать мясо. Два мешочка нам надо будет. Так, сейчас я Гоша чай сразу заварю. Так, у нас он горячий. Я уже тоже чай, пожалуй. Ну, если хватит тебе тут на воду наливать. Чтобы вода уже в чайнике закончилась. Так. Так. и едешь в автобусе так люди некоторые прямо знаете мы наверное два человека все увидели это пожилого возраста в масках так все спокойно передвигаются никакого кипиша у нас в общем нету никакого чтобы скупали там туалетную бумагу гречку ну то есть у нас то свободно лежит на прилавках и люди вроде бы не сходят не кипишу что пока спокойствие меня ваня спрашивает мама зачем туалетная бумага мариную мясо кусочка курочки добавляю соевый соус так черный перец если соевый соус добавляете то солить не нужно он соленый приправа для курицы и прованские травы выпускаем воздух на кончике здесь завязываем перемешиваем и одеваем второй мешочек а в этом мешочке мы делаем небольшую дырочку в этом то есть не надо вот в этом в первом все вода у меня уже сейчас закипит и я в кипящую воду опускают и будет у меня варите часа два вот то то есть томится как прям вот так приправки сейчас уберем все и сейчас я займусь блинами сейчас заведу блины и в общем будем стряпать блины тесто у меня подходит уже потихонечку здесь молочко уже разогрела на блинчики в общем гостю печенье таскает бегает вот такие дела все отправляю их на улицу сейчас дома возьму проветрю душно прямо пойду еще салатик сделаю из капусты все гоша все папа сдергивал опять до майку убрать зубы чистил сум майку измарал чабу ты прям вот эти вот резиночки которые на штанах прямо на сапожке одевай его бошу и руку вот и рукавицы то сними свои прям резиночку прямо одевай на сапожке то не задираться так будут так ну что сейчас маленькая передохну сейчас капусту еще сделаю салат передохну и немного в комнате приберусь и маша уже здесь коридоре на кухню пол помыла и пошла в комнату сейчас будет прибираться пока мальчишек отправили в общем пускай чуть-чуть так порядок наведем а у меня здесь хлебушка состряпался блинчики сейчас все разберу все сложу их и достала капусту сейчас буду капусту делать так мясо варится варится все пускай кипит так ладно все сейчас буду делать что все напекла блинов сделала капусты сейчас еще кофе попью и пойду себя в комнате приберусь маша уже там себя прибралась еще пыль осталось протереть вот мои еда блинчики капусточка все сейчас еще мясо готовится и в общем с едой сегодня покончено так сказать мальчишки играют футболом там у нас на квартале сейчас покажу и принципе все вот уже начало шестого пока прокрутишься проверкишься и весь день прошел вот моя ребятня бегает он ваня горшина об ваня мяч ска маленько подышит свежим воздухом такая прям тоже не пройти такая дорога скользкая он хотел с ним пойти по городку погулять я говорю да ты что тут не пройдешь будет идти падать лучше побегайте так ну что тут у меня укипает вода уже пускай еще немного погибнет я поставила уже да уже скоро нужно снимать его сколько я поставил это в 3 наверное четвертом что такое мясо у меня получилось а это собственным закону там протомилась я гошу кусочек уже положила вот а здесь печку забрызгала сейчас покажу чем таким средством вот ну средство конечно термоядерное у него запаха сильного не имеется но без перчаток руки разъест сразу я сейчас просто взяла думаю просто голыми руками набрызгаю видать вот из прям брызги в обратную сторону отлетают что ли и промажно руку защипала пришлось рукавичку одеть ну вот так что ну я этот салфан мешочек на руку одела так так что вот так сейчас она у меня отъезд вся и протру и будет чистенькая нагулялся да ну ладно Маш ты чего Гошу раздела а вещи ты что его не подняла ты же сказала пока оставь пока ты нет я тебе сказала ты все разложь и все ну хотя бы вот сюда бы сложила бы ну бросила такая и все так ладно пойду дальше убираться у меня тут уборка идет полным ходом я вот уже где Гоша сидит там все уже почистила да я с постами договорился завтра пойдете они завтра на медосмотр молодцы в общем Гошу уже накрошил я здесь почистила я чищу прям коврики Гоша ты че накрошил то ее мою а так все сейчас еще здесь коврик почищу мусорку принесла тут кое-что валялось и все и в принципе порядок а там вещи у меня зимние куртка Гошина зимняя да зимние шапочки вот такие все посложила валенки сейчас уберу это все все это уже мы пока одевать уже точно в этом году не будем в эту зиму точнее уже все весна уже явно не пригодится вот а я уже все сходила помылась и все всю посуду тоже прибрала всю еду убрала по холодильникам что осталось вот нужно положила покушать завтра на работу вот тут у него мясо лапша вот и здесь капуста вот я делала салатик еще хлебушка возьмет вот здесь у меня тоже все в принципе порядок всю печку кстати протерла вот я вам говорила что почистила нанесла это средство фикс прайса просто раз протерла и лучше знаете мою печку только берет парма или вот это вот средство потому что печка старая и вот если начинает какой-то желтый такой нагар образовываться то ее не отмоешь ничем практически вот этим средством чик-чик и красота в общем так что еще хотела вам показать а еще хотела вам показать грамоту сегодня мужу дали грамоту на работе то есть к 23 февраля за хорошую работу добросовестную в общем да вот так так что дали грамоту так ну что я уже сделала скраб медовый сегодня в ванне прям взяла я прям кожу хорошо разогрела и прямо растерла тоже очень хорошо вот так завтра с утра с вами соберем анализы и пойдет он на медосмотр там будет кровь брать у них ну то есть с классом они идут вот пойдет один он меня звал и говорю давай ну что я с тобой пойду вы уже взрослые там дяденьки придут и я буду с вами ну вот ну все завтра какие планы пока еще не знаю вот завтра все обязательно расскажу вам на этом наверное буду заканчивать свое видео спасибо что еще один день были вместе с нами спасибо за просмотр обязательно пишите мне комментарии увидимся в следующем влоге всем пока пока так пока